Инфекционное отделение Центральной городской больницы. Сегодня это красная зона в Полевском. Именно здесь проходит лечение жителей города и области, у которых подтвердился COVID-19. На борьбу с новой коронавирусной инфекцией мобилизованы лучшие доктора. О том, как трудятся медики Полевского, рассказывает главный врач ЦГБ Сергей Алферов. Ввели там круглосуточное дежурство в рентгенологов, лаборатории, реанимацию усилили, развернули дополнительные койки, собрали аппараты ИВЛ, те, которые были в терапевтическом корпусе. Корпус терапевтический, вы знаете, закрыт в связи с тем, что там был занос коронавирусной инфекции. Организовали в инфекционной больнице круглосуточное дежурство терапевтов. Все температурящие больные сейчас поступают только в инфекционную больницу. Сергей Алферов признается, инфекционное отделение на территории города – это счастье для пациентов. Не на каждой территории есть больница, оборудованная мельцеревскими боксами, собственной лабораторией и рентгенологическим кабинетом. Да, конечно, стационар требует ремонта. И хотелось бы, чтобы кроме отличных кадров здесь были и отличные условия для госпитализации. У нас есть действительно документы подготовленные, проектно-смертная документация на ремонт инфекционной больницы, ремонт крыши – это все документы, поданные в министерство. Поэтому как будут развиваться дальше события, мы не знаем. Но для Полевского это счастье, что у нас есть такая больница. Главная сложность в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции – это была кадровая. Докторов не хватает. Пришлось перевезти из других отделений, в частности, из медгородка Южной части. И ни один из полевских медиков не отказался пойти работать в красную зону. Все они – герои 2020. Они лечат как жителей нашего города, так и пациентов, доставляемых из области. Для них нет своих и чужих. Сегодня на их счету десятки спасенных от COVID-19 жизней. В настоящее время сизами обеспечена больница абсолютно полностью, вот просто абсолютно полностью. Распираторами, масками, костюмами, противочумными, бахилами. Никаких проблем просто даже нет. Их настолько много у нас в больнице, что те слухи, которые, скажем, говорят, что мы не обеспечиваем, пусть придут ко мне и расскажут об этом. Пандемия COVID-19 несла коррективы и в плановую медицину. Все приемы и госпитализации отменены. Но это не означает, что полегчане остались без медицинской помощи. Неотложка работает в привычном режиме. Полегская ЦГБ сегодня – это две поликлиники. И если вы не можете попасть на прием к доктору в северной части, вы можете обратиться в южную. Это единая больница, это единые врачи. Для чего и произошло, скажем, объединение поликлиник, что мы можем управлять врачами, мы можем врачей направлять работать и в южной, и в северной части города. И поэтому жители могут обращаться к любому специалисту, имеющий баталончики в любой части города. Конечно же, главный врач полиской ЦГБ мечтает о том, чтобы в больницу города пришли новые врачи. Это решило бы массу проблем. Идеально, чтобы приходили молодые терапевты. Но действительность же такова, что в этом году в систему здравоохранения города в лучшем случае вольется один узкий специалист. Должно было прийти три человека. Это дерматовенеролог, детский хирург и хирург взрослый. Взрослый хирург уже не придет, хотя больница за него платила деньги. И этот студент выплатит эти деньги. То есть, составлен уже с ним договор, а выплатит равными частями. Он в течение четырех месяцев выплачивает всю сумму, которую больница затратила. Дерматовенеролог училась за свои деньги. Соответственно, она решила не прийти. Вот детский хирург придет. Еще одна хорошая новость в системе здравоохранения Полевского это то, что в скором времени в отдаленных населенных пунктах округа должны будут установлены модульные ФАПы. Это значит, что медицина на селе станет доступнее. В завершении же пресс-конференции главный врач СГБ пожелал полевчанам здоровья и как можно чаще мыть руки. Это отличная мера профилактики как от коронавируса, так и от кишечных инфекций, которые, кстати, по итогу пяти месяцев текущего года сократились в нашем городе на 95%. Так что руки мы все-таки моем. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов, Алексей Крепанов. Новости 11 канала.